Слушай, у тебя еще столько этих Евровидений будет. Короче говоря, Евровидение. При поддержке группы Вайн Видео. Всю последнюю неделю в нашей квартире не утихал дикий вой. И, к сожалению, это была не собака Баскервилли, это была моя Настя. Мечтой ее детства было спеть на Евровидении. И в этом году решила во что бы то ни стало туда попасть. Она свято верила, что сможет договориться с охраной и ей разрешат спеть одну песенку. А я уже верил во всех богов, лишь бы она перестала петь. Пошел втыкать в ноу. Наткнулся на концерт Оли Поляковой. В отличие от Настиного ора, Оля пела очень круто. Я сразу позвал Настю и сказал, чтобы брала пример. Настя на секунду затупила, потом обрадовалась. Сказала, что все придумала. Она попросит Олю Полякову помочь ей в подготовке. Ммм, все ясно. Вот прям к нам в квартиру придет настоящая певица и будет учить мою бездарность петь. Ага. Через час сзади меня послышался голос. Здравствуйте, меня зовут Оля. Ну все, рехнулась женщина. Я с тобой два года живу, решила все-таки познакомиться. Сказал, что если так дальше пойдет, то вызову скорую. Потом повернулся. Увидел там Олю Полякову. Повернулся обратно. Вбил в гугли, что делать, если повиделась Оля Полякова. Тут меня пнула Настя. Она сказала, встать и поздоровался с человеком нормально. Я спросил Настю, откуда у нее такие знакомства. Сказала, что познакомились на отдыхе. Блин, почему я на отдыхе вечно знакомлюсь с какими-то алкашами, а Настя со звездами? Но мои проблемы мало кого волновали. Девушки пошли обсуждать победную тактику. Я не мог пропустить такой интересный разговор. Первым делом они начали обсуждать прически друг друга. Меня это смутило. Я думал, тут будут ноты, терцы, октавы и еще какие-то умные слова, связанные с музыкой. После причесок начали обсуждать мужиков. Я попросил хотя бы не при мне. После часа пустой болтовни я услышал в воздухе слово «Евровидение». Оля рассказывала Насте, что важен не только голос, но и эпатаж. Нужно удивить публику. Я сразу предложил вариант. Пусть Настя лупанется головой об сцену посреди выступления. У нее это хорошо получается. Настя сказала, что я дурак. Дальше мы начали заниматься постановкой движений. Гоняли Настю с одного угла в другой. Она запыхалась. Но то, что она дышала, как загнанная лошадь, придавала ей эпатажа. Ну что ж, постановочка почти готова. Делаем генеральную репетицию. Песня все время получалась какой-то сырой. Оля Полякова на правах главного тренера решила сказать напутственную речь. И тут Настя засияла. Она пела, как Селин Дион, и порхала, как балерина. Но публика была не в восторге. И тут Настя вспомнила о своей фишке. Такое выступление одержало высшую награду. Безумные фанаты начали забрасывать ее цветами. Дед Никита тут же развелся со своей женой и сделал Насте предложение. Ее бывший срочно вернулся из армии и пошел бить морду деду. Клоуны прибежали воровать туфлю. Тетя Лора из Иркутска крикнула «Горько! Горько! Горько!» В ЭДВшники дед растерялись. Потом местный депутат толкнул речь. Артисты поздравили всех с Днем Города. И под конец Карлсон принес десерт. Хотел еще прилететь Джеймс Бонд, но не смог, потому что Настя пришла в себя. Настя, ну зачем ты так ударилась головой? Вставай! Это просто вода! Отдай! Прекрати! Говори, что это Оскар! Короче говоря, Евровидение. Ребята, если вы хотите увидеть влог со всем этим безобральным, которые мы сегодня снимали, подписывайся и заходи на мой канал «Фарковый опишел» и смотри крутой влог. Да. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальцы вверх, писать свои комментарии и любить нас так же, как мы любим вас. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok